Учения Центра гражданской защиты населения на этот раз были посвящены безопасности в лесу, точнее тем, кто пошел по грибы и ягоды, но заблудился. Для отработки поиска людей на месте операции спасатели разработали легенду. Человек пропал и повредил руку в лесной чаще. Специалисты на оборудованных квадроциклах выехали в лес, нашли пострадавшего и помогли ему. Таким образом спасли жизнь человеку. Задача отработать выход силы средств, задача оказать помощь и задача, чтобы все, что мы с вами делали, увидели люди и смогли превентивно, скажем так, для себя усвоить, что с леса это не шутка, выходить надо правильно, выходить надо с телефоном, говорить о том, что куда вы пошли, чтобы знали родные и близкие. В общем-то, цель нашего мероприятия. В последствии ураганов поваленные деревья бурелом порой становятся довольно серьезными препятствиями для передвижения людей. Могут сбить любителей побродить по лесным чащам, особенно в период сбора грибов и ягод. Увлеченные тихой охотой и любители порой уходят так далеко, что сбиваются с маршрута и теряют ориентиры. В 2020 году в подмосковных лесах заблудилось почти тысяча человек. Для большинства из них все закончилось удачно. Поисковики смогли вывезти граждан из леса, но не всегда исход ситуации бывает счастливым. Семерых человек спасти не удалось. При выходе за грибами и ягодами сообщайте соседям, близким, во сколько вы вышли, куда пошли и во сколько вы вернетесь. С собой обязательно имейте заряженный телефон, небольшое количество воды, продуктов, зажигалки, спички. Также спасатели рекомендуют зафиксировать место входа в лес и отправить родным или знакомым. Так проще будет найти заблудившегося. Лилия Тимива, Александр Рожевский, Щелковское телевидение.